Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о драпировках. Мы уже затрагивали эту тему при переносе на грудной вытачке и все-таки поступило очень много просьб разобрать эту тему. Ну конечно мы с вами сейчас рассмотрим такие вот основные виды драпировок и рассмотрим такие интересные, на мой взгляд, которые встречаются не очень часто. Итак, что нам нужно? Конечно мы будем делать драпировку лифа. Для этого мы берем и выкройку основу отрезаем по линии талии и нам необходимо будет ее полностью в развернутом виде переснять. То есть вот такая вот выкройка нам будет необходимо. Ну я взяла маленькие и будем работать с ними, потому что мы еще будем помимо того, что наносить на бумагу, вырезать из ткани и я буду наметывать. Мы будем сразу видеть, как это выглядит. Итак, первое с чего мы начнем, это драпировка в рельеф, в бачок. Для этого мы с вами прорисовываем бачок отрезной. Мы можем его прорисовать вот таким вот небольшим маленьким, можем его довести до линии вытачки и вот здесь вот сделать. Это уже зависит от того, как вы хотите. И теперь все вытачки мы переносим в линию бачка. Вот я переношу линию бачка, сюда же вытачку я переношу, сюда же я переношу вытачку. Сразу вот смотрите, я буду закрывать вытачку талиевую. Вот первую, что мы сейчас сделаем, чтобы мы могли дальше работать. Бачок отрезаем. Вот мы взяли вытачку, закрываем, заклеиваем его скотчем. Следующая вытачка нагрудная, переносится. Мы ее можем с вами перенести и ниже, то есть в зависимости от того, как мы хотим увидеть наши изделия. Талиевая вытачка. Можем ее вот так вот под наклоном перенести. Сделать не прямой, а немножко придать ей наклон. И у нас есть еще одна талиевая вытачка. Мы ее тоже сейчас вот так вот под наклоном переместим. Вот мы получили с вами уже для драпировки перенос вытачек. То есть полностью мы все перенесли. Ну вот здесь вот смотрите, вот вытачка идущая. Возможно вы ее хотите, чтобы она у вас здесь не была, поэтому вы ее можете перенести вот сюда. Если вы не хотите, чтобы она у вас была сильно высоко, она там не будет очень красиво смотрится, мы ее можем спустить чуть-чуть ниже. За счет вот этой свободы, которая образовалась, это все у нас растворы вытачек, мы должны выполнить присборку. Вот выполняя присборку мы с вами делаем бачок. Вот так вот будет все это. И сейчас что еще можно нам сделать? Ну смотрите, вот вытачка. Здесь раствор большой, здесь раствор большой, здесь маленький. Поэтому вот здесь вот что я сейчас делаю. Я вот здесь вот переношу вот сюда. Чуть-чуть сейчас мы распределим. То есть мы с вами уже дальше можем распределять на более такие равномерные участки, либо сразу это делать, либо в процессе работы. Мы с вами это делаем. Закрепляем. И вот здесь видите, я его тоже как бы закрыла. И вот у нас получился вот уже более-менее равномерный раствор, который переносится уже немножко ниже. Теперь наносим все это на ткань и посмотрим, как это будет выглядеть. Желательно вот растворы вот эти вот делать одинаковыми, чтобы одинаковые были защипы. Вот я вырезала из ткани и мы можем либо наметить местоположение складочек, но при этом, если вы будете делать, делайте их равномерными, либо взять и вот этот участок, именно сделать здесь присборку. То есть вот либо мы делаем складки и у нас вот видите, уже идет драпировка. Либо просто вот здесь вот мы присобираем. Давайте сделаем уже складки. Складки, естественно, мы намечаем. Я их здесь не делала очень уж такими равномерными. Для нас самое главное, чтобы мы поняли с вами суть, как это делается. И вот сюда я стараюсь делать все в ускоренном такой варианте. И вот сюда у нас пришивается уже отрезной бачок. Сам отрезной бачок, когда вы выкраиваете, вот я здесь выкроила его, смотрите, сейчас я его найду. Где он у меня делся? Ага, вот он. Посмотрите, насколько я его сделала больше. Видите? Ну, когда мы будем с вами втачать, то вот здесь вот эти уголочки, чтобы у нас хватило полностью пройма была закрыта, мы совмещаем. Потом мы можем брать вот здесь вот прибавка и срезать. Срезать по вот этому бочку, чтобы была правильная выкройка. И вот мы получаем уже вот такую вот первую драпировку. Вот, сшивать мы уже не будем. Вот она идет из подрезного бочка. Следующий вариант мы с вами рассмотрим. Следующий перенос мы сделаем в кокетку на одно плечо. Для этого мы с вами сейчас сделаем надрез от вытачки на грудной к талиевой, либо наоборот. Здесь уже разницы нет. И закрываем плечо. Закрываем плечо. Мы их будем закрывать сейчас и одно, и второе. Но мы с вами определяемся, на каком плече у нас будет кокетка и куда у нас будет идти драпировка. Вот мы закрыли с вами два плечевых среза. Убрали на грудную вытачку. Они как бы получаются у нас одинаковые. И вот теперь мы с вами определяем кокетку. И вот здесь вот кокетка, вот мы ее прорисуем, поворачиваю к себе, потому что могу немножко неправильно нарисовать. Вот нарисована кокетка. Кокетку отрезаем. Вот эта кокетка у нас остается. Она вот так вот и будет у нас. Теперь наша задача перенести вытачки. Вот здесь вот на грудная и талиевая вытачка. Две вместе. Вот раствор вытачки здесь увеличился. И теперь мы берем и с вами можем распределить. Ну вот допустим не до самого края. А вот один, второй, три разреза можем сделать. Четыре разреза можем сделать. Можем сделать два разреза. Ну вот допустим мы делаем надрез. Вытачку закрываем. У нас получается. Вот уже вытачки перенеслись у нас. Если мы хотим, чтобы были у нас здесь складочки, защипы, то мы можем сделать несколько надрезов. И вот эти вот части, растворы, у нас должны быть одинаковыми. И вот мы второй разрезаем. То же самое мы переносим. Разрезаем. Закрываем вытачку. И вот у нас, видите, что открывается? У нас открываются такие все излишки. Именно в сторону плеча, в сторону кокетки. Вот вы хотите, вот это очень широкое, вы хотите сделать три складки. Ну вот будем, возьмем, разделим пополам. И можем вот так вот еще раз разрезать. Здесь уже мы сами с вами можем делить на то количество складок, на какое мы считаем нужным. Вот, закрываем. Ну, она у нас сама открылась, мы ее специально не закрывали. Вот, смотрите, мы получаем уже с вами три складочки. То есть мы взяли, разделили, чтобы они были более-менее одинаковыми. И вот эту вот часть нам, вот эти все излишки, мы убираем либо в складки, либо при сборку. И получаем уже тоже очень интересный внешний вид уже платья. Конечно, драпировка, она очень хорошо будет смотреться на трикотажа, на мягких тканях, которые красиво будут выкладываться на драпировке. Ну, давайте сейчас все это нанесем на ткань и посмотрим, как это смотрится. Вырезав на ткани, обязательно сделайте припуск. И вот здесь вот, где у вас будут, ну, у меня же выкройка очень маленькая, возможно, у вас здесь будут какие-то неровности, то есть углы. Мы все скругляем и делаем обязательно прибавку. Потом мы с вами, что должны сделать? Обязательно наметить вот середина переда и вот середина переда, чтобы мы могли потом с вами уравнять плечевые срезы. Я имею в виду, вот эти вот части, вот длина, вот эта, она должна равна быть вот здесь. Что мы делаем дальше? Дальше мы закладываем складки. И складочки, вот я их, видите, я их пометила. Мы их закладываем. Сейчас я булавочками закреплю. И все, что лишнее, мы можем потом наметить и срезать. Следующую складку закрепляем. И здесь, видите, они идут уже вот под наклоном. Мы сразу добавляем здесь несколько сантиметров, чтобы складки заложить, либо вообще не срезаем в этом месте, где идет у нас кокетка, пока не заложим складки. Складки заложили. Все промерили, чтобы у нас с вами все получилось. Только потом, вот видите, вот у нас пошла уже драпировочка. Вот такая вот красивая драпировка. И здесь вот у нас выкладывается, вот сюда у нас уходит. Ну вот здесь вот мы должны с вами промерить. То есть берем, прикладываем, равняем. Прикладываем вот эту вот деталь тоже, чтобы вы когда сшили, чтобы у вас оставался какой-то, ну, во-первых, у вас должна быть одинаковая длина кругом. Но когда вы сейчас наметите, вот я прикладываю, намечаю. Сейчас я намечу вот так вот. Вот мы наметили. Значит, кокетку мы когда вырезаем, мы естественно даем 1 см прибавку на шов. Убираем. Вот здесь вот я вам рекомендую прометать, а потом снимать булавки. И вот здесь вот тоже сделать 1 см прибавку на шов. Но я этого не буду делать. Я просто обрежу для того, чтобы мы с вами увидели, как сейчас будут выглядеть наши края. То есть срез. Если вы видите, он не идет идеально ровный, но это на маленьком кусочке. Смотрите, видите, какие зубчики получаются. А на больших кусочках эти зубчики могут быть разницей в 1,5 и даже 2 см, в зависимости от того, какой угол вы будете брать. То есть вот мы с вами рассмотрели еще одну драпировку. Можно точно так же сделать просто при сборку, просто присобрать. То же самое мы можем с вами сделать и с двух сторон. Если вы хотите 2 одинаковые кокетки и драпировки, чтобы шли одинаковые, а не асимметричные, значит, мы с вами тогда, что делаем? Теперь переносим вытачки на грудные в талиевые и обрезая одинаково уже кокетки, переносим в линию кокетки. Давайте теперь с вами рассмотрим еще один интересный вариант. Мы сейчас рассмотрим, это уже будет не драпировка, а мы тоже перенесем сейчас все вытачки в линию горловины. Но при этом мы с вами сделаем как бы воротник качели, впереди будет в этой области, а по спиночке мы сделаем воротник стойка цельнокроеный и впереди будет частично цельнокроеный воротник стойка. Итак, по воротнику мы с вами рассматривать не будем, сам стойку у нас недавно было видео, там где мы рассматривали, а именно само моделирование пройдем. Первое, что мы сделаем, это нагрудную вытачку временно перенесем в боковой срез. Делаем надрез до вершины нагрудной вытачки, нагрудную вытачку закрываем. Следующее, что мы делаем, домоделируем воротник стойка, но я его просто дорисую и сделаю его, опущу вот так вот ниже, ну как реглан как бы я строю, а здесь я пройду до вытачки, вот так вот, до самой вытачки. Здесь воротничок я закрепляю, вырезаю, вот мы его построили, то есть в этой области уже идет цельнокроеный воротник стойка и по спинке мы его тоже тогда уже строим. Дальше, что мы делаем, мы с вами вытачку нагрудную, опять-таки, переносим на свое место. Ну вот уже разрезаем, разрезаем, закрываем. Вот что у нас получилось. Уже получилось интересно. Дальше мы с вами будем делать следующий этап. Ну, это уже сейчас мы сделаем с вами на ткани. Мы будем раздвигать, чтобы вот здесь у нас получилось качели, а здесь мы будем зашивать вот эту вот часть. И именно вот здесь у нас будет зашитое изделие. Итак, переносим вытачку нагрудную, вталиваю. Как бы вот мы открываем еще больше. Закрываем. И сейчас будем прорисовывать на ткани. Я сейчас возьму кусочек ткани небольшой. Складываем ткань, чтобы у нас была линия сгиба. И прикладываем вперед. Вытачка закрыта, все у нас перенесено сейчас в линию горловины. И вот здесь вот, что мы сейчас делаем. Мы с вами сейчас спрямляем. То есть вот мы берем и вот так вот как бы сейчас проходим. Вот. Вот таким вот образом. остальное все вырезаем по выкройке. обводим выкройку. И получаем, что у нас качели идут не от самого плеча, а чуть-чуть ниже. Мы можем их опустить еще ниже. То есть вот эта вот линия, там где у нас идет воротничок, она может быть опущена еще ниже. прорисовываем линию талии, вырезаем. Ну вот я сейчас взяла, вырезала из кусочка бумаги, на котором я моделировала на красном, как бы воспроизвела спинку, ну ее часть. Ну вот, допустим, спинка. Но это у нас был перед, естественно, здесь вырез будет меньше. И мы с вами сейчас должны что совместить? Совместить именно вот эти вот точки. И вот у нас идет на горловиночку. и вот здесь вот получается у нас вот идут качели. А вот здесь вот все пошло на воротник, стойку, на спинку. И у нас все начинается не от линии плеча, то есть не от этих точек, а получается именно вот так вот чуть-чуть ниже. Еще раз давайте посмотрим. Мне кажется, я вот так вот по отношению к себе вверх ногами немножко неправильно показала. То есть вот наша плечевая точка уже будет вот здесь вот. И вот он идет, воротничок. Видите, стойка переходящая. Вот это плечевая точка. И вот оно ложится у нас по горловиночке. И вот здесь вот провисает. Получается очень красиво и интересно. Вот. Вытачку талиевую переносим временно в нагрудную вытачку. Саму нагрудную вытачку наоборот. Видите, верх ногами лежит, неправильно складываю. Вытачку нагрудную временно переносим в линию середины переда. То есть вот у нас две вытачки и нагрудная и талиевая. Они у нас оказались в середине переда. Параллельно горловине. Ну вот здесь вот горловину можно сделать как-то поинтереснее. Вот ее немножечко так видоизменить. Сделать ее такую более скругленную, более расширенную. и параллельно горловине сделать подрез. До линии, вот до вот этой вот линии я буду делать сейчас. До линии вытачки. Вот мы сделали, прорисовали. Надеюсь, вам видно. И разрезаем. Это у нас именно подрез будет. И вот здесь вот вытачку возвращаем в исходное положение. Как бы вот у нас теперь открывается вот здесь вот вытачка опять. закрываем скотчем и будем теперь делать подрезы. Дальше продолжать. Можем несколько на два-три. Ну давайте вот так вот разрежем еще на парочку. Так раз-раз. Разрезаем. Разрезать будем не до конца. То есть частично где-то на пару миллиметров. Не дорезаем. И будем вот так вот разводить в стороны. При этом вот у нас смотрите, вот эта вот часть, видите, она у нас находит вот сюда. мы ее немножечко совершенно чуть-чуть мы ее скруглим. Совсем немножко мы ее будем скруглять. Вообще капельку почему? Потому что вот сейчас мы с вами вот эти вот вытачки вот эту вот часть мы с вами будем ее вот чуть-чуть вот сюда вот переносить. Видите? И вот здесь вот она как бы у нас убирается. Вот если я закрываю, вот она у нас убирается. Поэтому вот эту вот деталь мы с вами немножко скругляем и вот здесь вот расширяем. Выкладываем на ткани. Середина, центр совмещается, переда с линией сгиба. раскрывается у нас нам нужное количество сантиметров настолько, насколько вот мы с вами видим, что это нам нужно. Сколько мы хотим, чтобы у нас здесь была либо присборка, либо складки. Прорисовываем. вот здесь вот мы будем сточать. Вот эта часть, середина у нас будет цельная. Давайте чуть-чуть ближе подвинем, то я далеко ушла, наверное, вам плохо видно. То есть вот эта часть мы будем ее сточать вот здесь вот именно саму отрезную кокетку. Все остальное будет у нас присобрано. И вот здесь вот я прорисовываю скругленную вот такую вот линию. саму кокетку тоже прорисовываем. Вырезаем. Делаем прибавку к середине переда на вот эту вот отрезную деталь. и получаем тоже интересную необычную модель. что нам нужно в этой модели. Вот сейчас мы ее разложим. Смотрите, что у нас получается. Видите, какие интересные уже детали. вот это стачать. То есть впереди у нас будет шов по серединочке. Сейчас мы все это быстро сметаем с вами, чтобы уже наглядно это все было видно. что мы можем сделать здесь. Вот я сначала вот здесь вот мы можем присобрать. Можем распределить на несколько складочек равномерно. Можем сделать одну встречную складочку друг, смотрящую друг на друга. Вот. Вот такую вот встречную можем сделать. то есть здесь уже идет великое разнообразие и множество. Смотрите, как уже интересно у нас с вами получается. Вот я закладываю. Конечно, вот такое маленькое, плохо его видно вам, наверное. Но вот смотрится уже очень интересно. Вот здесь вот представьте, брошки какие-то можно сделать, какие-то бусинки расшить. Можно сделать просто присобрать либо равномерно распределить складочки. Это, кстати говоря, вопрос на ответ подписчика, а как бы можно было сделать по горловине, чтобы были складки, но они шли не из горловины, а что-то такое интересное. Вот вам, пожалуйста, что-то такое уже и интересное. Вроде бы идут и к горловине, но тем не менее не от самой горловины, а идет уже подрез. Надеюсь, видео было полезным для вас. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok